Всем привет дорогие друзья! У нас сегодня распаковка посылки. Посылки не простой, а просто огромный. Посмотрите какая большая на весь стол. Орхидеек здесь достаточно много. Почему? Потому что они были заказаны с осени. Ну как бы передержка была для большинства из них. И копилось, 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 копилось количество. И не одна штучка. И давайте заглянем, что у нас здесь сейчас внутри. Посылка от Ирины из Санкт-Петербурга. От этого продавца много распаковочек вы могли видеть в прошлом году. Были посылки. И в принципе год прошлый я завершила именно с ней. Последняя посылка была от этого продавца. Кто давно на моем канале, уже даже знает ее. И многие уже делают у нее заказы. Сейчас мы все вытащим и посмотрим. Видите, сколько много. Ух, ух, ух. Так. Скотчем тут, чтобы не болталось. Сейчас мы все достанем. Мамочка. Да, видео будет не коротким. Чувствую. Придется нам запастись терпением. Ну, надеюсь, будем радоваться за красоту. Так, ух ты тут. Так, это ваза. Так, и давайте распакуем. Так, посылочку получила я вчера уже, ближе к вечеру. Вот. Но не распаковывала, потому что мои дотнички, мои сладенькие солнышки, было день рождения. И как-то вот, ну, правда, не до посылки, не до распаковки. Видите, она большая. Посылочка у нас, и заняло бы это достаточное количество времени. У нас так. Постараюсь побыстрее. Так, это кто у нас? Тут должно быть подписано. Сейчас мне нравится, как Ирина упаковывает вот в эти салфетки. Коран Непра у нас не высыпается. Вот. Завязала и хорошо. Так, это красный с белым Биг Лип. Написано, смотрите. Вот ее группа, кстати, Орхомир. Она есть в ВКонтакте, есть в Одноклассниках. Вот. Нравится мне, в принципе, с этим продавцом иметь дело. Всегда адекватная. Вот. Передержка, видите. Номер может стать Марина. Красный с белым Биг Лип. Я вставлю вам фото. Друзья, полное видео с распаковкой получилось на 40 с лишним минут. Это очень долго. Поэтому сейчас уже распаковала и пробежимся по всем Орхидейкам, которые ко мне пришли. Ценю ваше время. И также свою, эту Орхидейку я вам сразу показала. Ставила картинку в Биг Липчик. Красно-белый. В принципе, все с Растюшечкой хорошо. Дальше давайте посмотрим. Канкун. Канкун, когда распаковала, сразу поняла, что это он. По его ботве, листве видно. Ирина делает вот такие сейчас наклеечки, что очень удобно на самом деле. Не затеряется ни сорта. И ты сразу понимаешь, кого ты достаешь. На корешочки давайте посмотрим. Пить, конечно, Растюшечка хочет. Корешочки тоненькие. Но это, мне кажется, особенность этого сорта. Канкун должен быть пилориком. Тоже ставлю вам фотографии его. Какой он должен быть. Все эти, большая часть растений с передержки. Вот. Так. Это у нас Вуду. Вуду потерял Тургер. Ирина меня предупредила по поводу этого. И сделала 50% скидки. Это вторая попытка мне завести это растение Вуду. Первый раз я заказывала у продавца, от которой пришла мне мусорная посылка. Если кто-то не видел, обязательно зайдите. Вот сюда я оставлю ссылочку в правом верхнем углу. Ну, поведение продавца просто какое-то неправильное было. И цветы вообще несоответствующего качества. Корешочки, в принципе, у растенец есть. Но вот Тургер, видно, очень сниженный. Но зато и скидка за это как бы качество 50%. Ирина сделала фотографию мне. В принципе, меня все это устроило. Ну, ничего, я думаю, у нас он поправится и все будет хорошо. Вот такой Вуду. Размер 2,5. Тут все указано. Дальше. Эта растюшечка должна быть бабочкой. Вот. К сожалению, фото не сохранилось. Поэтому не вставлю ни урины, ни у меня не сохранилось. Тоже пересаженные вижу в их мох. Вот. Тут растим новый листик. Но когда мы вырастим, зацветем, мы вам обязательно покажемся. Вот такая вот, ну, должна быть меничка. Далее давайте посмотрим. Вот эту растюшку вообще выиграла я. Выиграла, значит, как название, прочтите сами. Я даже еще тоже не знаю, кто это. Посмотрю в интернете. Растюшку выиграла у мужа Иры. Он на YouTube-канале рубрику делал. В комментариях надо было написать, как, ну, как отсадить. Он сам понимал и знал, как бы посадить эту деточку от этой мамочки. И как бы там, кто посоветует, он посадит. И вышлет уже деточку, посаженный по, ну, по рекомендациям, которые мы дали. Но в итоге я получила не только деточку, а получила сразу с мамой. Вот такие две растюшечки. Такие штучки я так очень сильно люблю. Вот. Когда распаковывала, вот еще две штучки такие сняла. Иринка ими прихватывала упаковочку. И вот тут вот. Так что вот, это мой выигрыш. Посмотрю. Ну, найду, может быть, и фото тоже вам ставлю. Вот такая растюшечка. Мама с деткой. И тут, по-моему, тоже. То ли деточка растет, вот. То ли что это такое. Вот тоже какая-то штуковина. Листики новенькие, свежие, блестящие. Вот. Дальше. И рассказывала вам про мои любимые мультифлоры. Вы помните, наверное. Много раз показывала свои мультяшечки. Вот такую же бабочку показывала. Это Белинзона. У нее тут микро-микро защипчики есть. Обожаю эту вот восковичка. Долго-долго цветет и еще доращивает цветоносы. Такая Белинзона теперь у меня уже будет вторая. Я с удовольствием купила. Получилось так, что была возможность. И купила. Фирма мне это очень нравится. Уже рассказывала. Частенько здесь вот бывает вот такой мох. Обычно даже не видно, что в горшочке. Потому что он обрастает тоже мхом. Но в этот раз видно. Корешочки отличные. Посмотрите. Фирма нравится. Такая же у меня есть, как я сказала, вот такая Белинзона. Также я вам показывала свою такую черную бантика. Тоже такой восковичок. Жирненький. Такой плотненький. Очень красивые орхидейки. И заказала три мультифлорочки. Это первая. Когда Ирина набирала их. Заказ на них. Это вторая. К сожалению, здесь, ну так как передержка. Цветоносик, видите, уже отсутствует. Но он, видите, она его подсыхает. Он уже стала засушивать. Но написано мультибелое с желтым язычком. Это фото, по-моему, сохранилось. Я вам вставлю. Корешочки, видите, хорошие. У нас по всему горшочку. Просушка та, что надо. Вот такая вот мультифлорка. Так, и ура, ура, ура. Она дошла. Вот такая прелесть. Это третья мульти. Желтит листик. Но ничего. Это абсолютно нормальное желтение. Здесь тоже чуть-чуть какая-то желтизна. Но не критичная. И тут уже, как я говорила, редко бывает. Видно корешочки. Если вы присмотритесь, вот мох. То есть он как бы вот горшочек обычно мхом оплетен. Но видно все равно тут вот часть корешков. Вроде так вот на первый взгляд очень даже неплохо. Тут он вообще какой жирнючий. И посмотрите на вот эту красотку. Это восковая красавица. Восковая. Шикарная. Посмотрите. Я вам вот передать не могу. Какое-то очарование. Какое-то солнышко. Ну-ка, Андрюшка, засними. Получше. Плотненькая девочка. И вот смотрите. У них у всех практически цветоносы. Идут такие закрученные, как бонсай. Бомба. Ой, красота. Посмотрите. Вот будет еще, если набирать. Вот обязательно еще возьму. И здесь вот посмотрите. Если присмотреться, прожилочки такие. Ну, где же у нас фиксация? Ой, ну она ловкая вообще и блестит. Шикарные мультифлоры. Мне очень нравятся. Так, что у нас еще осталось? Три мультифлорочки мы показали. Так, у нас вот такая вот красотка еще есть. Смотрите. Это Брион написано. Андрюшка, что написано? Снимай то, что надо. Брион Бабулетка. Ну, это вроде как-то не Бабулетка. Все-таки это бантик. И посмотрите на вот эту корневую систему. Просто отличная. Есть несколько корешочков, но минимальные. Плохеньких тут даже он из-под идут. И вот растет у нас вон свежий, глянцевый, молоденький листик. Фоточку Бриончика я вам вставлю. Красоточка. Сейчас мы дотянемся на нее. Эта красотка одна из последних, поэтому пришла, ну скажем, на цвету. Ну, хотя уже такие, видите, подвявшие цветочки у нас. Два цветоноса. Это фронтерочка. Такая же красавица, как и вот здесь у меня. Вот. Но с одним исключением. Она на два цветоноса. Первый цветоносик у нас обычный, стандартный цветочек. И давайте посмотрим, вот сюда заглянем. Это пилоричек. Посмотрите, какая красивая она внутри. Ой, это сказка. Почему вот тебе бы не остаться вот такой вот? Не пилориком быть, а бабочкой. Вот цены бы тебе не было. Посмотрите, какая классная. Скажите. Ой, вообще. Прям красота. Надо так тебе приклеить лепестки. Вот такая вот. С изюминкой. Я очень люблю цветы с изюминкой, когда они необычные. Корешочки здесь не густо. Они сами по себе тоненькие. Сильно подсушенные. Вот посмотрите, они вот имеют такие вот, видите, морщинистость. Ну и я думаю, мы ее потихонечку отпоим. У нас это получается. Кто видел, получали шоколадку еще, в принципе, с худшими корешками. И там все аккуратненько отпоилось. И она вообще у нас такая сейчас лаковая, глянцевая красотка. Здесь у нас все хорошо. С шейкой у нас все хорошо. Частично есть, конечно, вот сухенькие корешочки. Но, в принципе, неплохо. Цветоносики, скорее всего, я срежу. Чтобы она дала ей дотей на акклиматизацию. Вот. Все равно они подвяли. Вот такая красоточка. И что есть в чем? И еще вот такая вот уменечка пришла. Вот, смотрите, она... Ну, я думала, она полностью смутаться. Но тут, вот, смотрю, не все смутаться. Видите, одна сторона, допустим, есть защип, на другой нет. Вот здесь на двух защипчики. Ну, а вот этой вы тоже, видите, с одной стороны запщипчик, с другой нет. Так-то прикольная девчонка, нежная такая. Вот. Вот такая кроха. Единственное, тут тоже надо ее будет попоить аккуратненько. Аккуратненько. Тоже сухенькие корешулечки. Ну, ничего. Вообще с миньками сложно, хочу сказать. Не знаю, как у всех. Но вот у меня нормальных миник, вот прям, знаете, как нормальных. Раз и два обчелся. Вот. Обычно у всех какие-то проблемы. Ничего. Отпоимся, покажемся. Все будет хорошо. По цветам все. И еще что пришло. Вытаскивала. Вытаскивала я вот такую вазу. В прошлый раз от Ирины я получила, выиграла у нее в лотерее группа в WhatsApp орхидейку. Она была в этой вазе с открытой корневой системой. Орхидейку отправили мне еще в прошлый раз. А вазу в этот, я про нее, кстати, забыла, Ирина напомнила, упаковала, ничего не разбилась. Все доехала. Значит, в WhatsApp в группе она проводит иногда периодически бесплатные лотерейки. Также есть платные. Насколько я поняла, что в скором времени будет тоже бесплатно она хочет сделать лотерейку. Так что можете к ней добавляться. И мне нравится именно бронирование базы. Когда она приезжает на базу, и можно выхватить вот таких вот интересных красоточек в миксах. И бронируешь там онлайн. То есть приехала, она фоткает все, что там находится. И пошли, пошли. Только успеваешь. Вообще уже невозможно успеть. А это мне подарочек. На маленький супчик для девушки с добрым сердцем. Это грибочки. Спасибо огромное за грибочки. Обязательно сварю вкусный супчик. И отведаю. От всей души спасибо. И заказала. Ирина занимается сейчас чаем. Заказала вот чай облепиховый. Будем пробовать. Расскажу потом вкусный или невкусный. Говорит, весь чай вкусный. Поэтому там на их столько сортов. И клубника в шампанском. Вот такой вот чаёчек. А саванская соль это мне, видимо, подарок. Потому что я не заказывала. Точно-точно знаю. Вот. Ну, Иринка всегда какой-нибудь подарочек да положит. Вот такой обзор у меня посылочки. Красивые цветочки. В принципе, довольна. Продавца рекомендую. Потому что очень ответственный за каждого. Вот прям, уж не побоюсь этого слова, печётся, трясётся. Вот. Всё, девчонки, пошла их тоже поливать, протирать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.